Он вернулся. Два года мы не слышали о гриппе, и вот пришло время вспомнить, что кроме COVID-19 есть и такой вирус. В ноябре в России зафиксировали 39 больных гриппом. На Алтае пока таких случаев нет, зато есть ОРЗ. В этом году, особенно во второй половине года, мы видим, что, к счастью, COVID-19 несколько сдаёт позиции, но святое место пусто не бывает. То, что сейчас происходит в календарный отрезок времени, очень похоже на доковидный период. На Алтае рост начался с начала ноября. Ученики вышли с каникул, взрослые не в отпусках, а погода как раз для простуд. На сегодня в крае больше 15 тысяч заболевших ОРЗ. Частично закрыты 24 класса в 14 школах и 35 групп в 20 детсадах. Врачи советуют прививаться. В крае есть два вида вакцин. Это совий грипп и ультрикс квадри. Он на сегодняшний день есть в учреждении здравоохранения города Барнаула и Алтайского края. И можно поставить прививку, записавшись либо через госуслуги, либо придя непосредственно в поликлинику по месту жительства. Особенно тяжело у ОРЗ и грипп протекает у пожилых, имеющих болезни систем кровообращения и диабет, беременных. Последним можно ставить прививку с 22 недель. Препарат хорошо переносят и дети. Прививаются с 6 месяцев. У нас, по крайней мере, осложнений от каких-то вообще даже реакций неблагоприятных не было после вакцинации гриппа. Делали у нас, как и взрослые прививочки, вместе от гриппа и от ковида. Тоже переносили хорошо. Врачи напоминают, что если ваша температура превысила 38 градусов, это повод вызывать врача. Самолечением советуют не заниматься. И добавляют при ОРЗ антибиотики не пьют. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.